Все с негодованием стали утверждать, что никто никогда и не думал ездить на спинах рабочих. — Нет, сэр, — скричал Гарфельд, — мы все делали для рабочих. Мы не на спинах их ездили, а давали им возможность жить. Мы создавали для них работу. Куда делись бы рабочие, если бы не мы? — Куча благодеяний, — усмехнулся Берти. — Вы ездили на спинах рабочих тогда, когда представлялся случай, и очень часто для того, чтобы этот случай представился, вы отклонялись от прямой дороги. — Неправда, — раздались голоса. — А помните, в Сан-Франциско была забастовка возщиков? — невозмутимо продолжал Берти. — Эту забастовку подстроила ассоциация хозяев. Вы прекрасно это знаете. Я посвящен в подробности этого дела, ибо в этих же стенах оно возникло и обсуждалось. — Сначала вы вызвали забастовку, а потом, сговорившись с городским головой и с начальником полиции, вы ее сорвали. — Трогательно было видеть, как вы, филантропы, подбивали возщиков на забастовку, а потом сели им на шею. — Позвольте, я еще не кончил. Помните, в прошлом году в Колорадо голосами рабочих был поддержан на выборах кандидат? — Он не был утвержден. Вы знаете, почему? — Вы прекрасно знаете, каким образом добились этого ваши братья-филантропы и капиталисты Колорадо. Это был опять-таки случай поприезжать рабочих. — В течение трех лет вы продержали в тюрьме председателя Союза горнорабочих, подстроив обвинение его в убийстве, и добились того, что Союз распался. — Разве это не значит ездить на спинах рабочих? — А треекратное отклонение прогрессивного подоходного налога? — Вы утверждали, что это не соответствует Конституции, а закон о восьмичасовом рабочем дне, который вы так блестяще провалили на последнем Конгрессе. Но самым вопиющим из всех ваших поступков была борьба с профессиональными союзами. Вы ведь отлично знаете, как велась эта борьба. Вы подкупили Фарбурга, последнего председателя Американской Федерации Труда. Он был вашим ставленником, ставленником всех трестов и ассоциаций хозяев, ибо всех их объединяла одна цель. Фарбург оказался предателем и сорвал забастовку. Вы добились того, что старая Американская Федерация Труда развалилась. Вы уничтожили Федерацию, но чудаки. Этим самым уничтожили и себя, ибо на смену Федерации возник МРС. Международный рабочий союз. Самая большая и прочная рабочая организация Соединенных Штатов. Вы виноваты в ее возникновении, а стало быть, вы виноваты и в сегодняшней забастовке. Вы вынудили рабочих вместо Федерации организовать МРС. А МРС устроил эту забастовку. И вы еще будете утверждать, что вы никогда не прижимали рабочих. Ха-ха. На этот раз никто ничего не возразил. Один только Гарфельд пробормотал свою защиту. Нас вынуждали обстоятельства. Приходилось отстаивать себя. Этого вопроса я не касаюсь, ответил Берти. Меня только возмущает, зачем вы стонете теперь, испробовав вкус лекарства, приготовленного вами же. Вы уже не раз срывали забастовки, чтобы подчинить себе рабочих. Теперь рабочие выработали план, чтобы, в свою очередь, подчинить себе вас. Они желают, чтобы на службу принимали только членов профессиональных союзов. И если вы на это не согласитесь, вам придется умирать с голоду. «Я полагаю, что вы сами пользовались всеми теми способами скрутить рабочих, о которых вы изволили только что упомянуть», – саркастически заметил Брентвуд. «Один из самых хитрых и желчных адвокатов». «Сообщники не лучше вора. Вы лично не прижимали рабочих, однако свою долю добычи вы все-таки получили». «Ну, это к делу не относится», – протянул Берти. «Вы рассуждаете не лучше Ганновера, когда ссылаетесь на моральный элемент». «Я ведь не говорю, что хорошо, что плохо. Все это просто отвратительная игра. Меня возмущает не то, что вы прижимали рабочих, а то, что вы теперь стонете и охаете». «Совершенно верно. Я пользовался всеми благами, полученными от эксплуатации рабочих». «Спасибо вам, джентльмены». Сам при этом не ударяя палец о палец. «Вы это сделали за меня, а сам я этим не занимался вовсе не потому, что я добродетельнее вас. Просто мой отец и почтенные дядюшки оставили мне столько денег, что я мог без труда заплатить вам за эту грязную работу». «Если вы хотите этим сказать», – воскликнул с горячностью Брэндвуд. «Тише, тише», – дерзко оборвал его Берти. «Нам нечего играть в невинность в этом воровском притоне. Это годится для газетных статей, для юношеских клубов и воскресных школ. Но ради бога не будем ломаться друг перед другом. «Вы прекрасно знаете, и я знаю, и вы знаете, что я знаю, кто организовывал и срывал прошлой осенью забастовку строительных рабочих, кто за это получал деньги и кто наживался». Брэндвуд густо покраснел. «Все мы слеплены из одного теста, а поэтому отставим в сторонку вашу мораль». Я опять повторяю – делайте свое дело, делайте его до конца. Но только не нойте, когда вам приходится туго. Когда я отошел от этой группы, Берти все еще продолжал их мучить, указывая на серьезность создавшегося положения и спрашивая их, каким образом они думают пополнить запасы продуктов, недостаток которых начинал уже чувствоваться. Встретив его после в передней, я предложил ему доехать до дому в моем автомобиле. «Да, жестокий удар – это всеобщая забастовка», – говорил он, когда мы пробирались сквозь толпу, весьма многочисленную, но сохранявшую полный порядок. «Это удар по нашему телу. Рабочие подстерегли нас, пока мы спали, и ударили по самому чувствительному месту – по желудку. Я хочу уехать из Сан-Франциско-Корф. И вам советую сделать то же самое. Отправляйтесь куда-нибудь в деревню, безразлично куда, накупите съестных припасов и поселитесь в какой-нибудь хижине или шалаше. Уверяю вас, что скоро нам тут ничего не останется делать, как только подыхать с голоду». Я никак не предполагал, что предсказание Берти Мессенера исполнится с такой точностью. Тогда я просто решил, что он человек, склонный поддаваться панике. Мне, напротив, казалось очень интересным остаться в Сан-Франциско и наблюдать за суматохой. Расставшись с ним, я перед тем, как ехать домой, решил еще купить кое-какую провизию. К моему удивлению, оказалось, что те мелочные лавки, где мы покупали сегодня утром, распродали весь свой товар. Я отправился в Портреро. И там мне удалось купить еще один ящик свечей. Центнер белой муки, пять центнеров ржаной для прислуги, ящик мясных консервов и два ящика томатов. Примечание. Центнер 50,8 килограмма. Конец примечания. Предполагая, что в течение некоторого времени будет ощущаться острый недостаток в съестных припасах, я очень радовался, любуюсь своими мешками и ящиками. На следующее утро я выпил кофе по обыкновению в постели. Не только сливок, но на этот раз не было и газеты. Абсолютное неведение того, что происходит в мире, показалось мне самым тяжелым испытанием. В клубе я узнал кое-какие новости. Райдер приехал из Окленда в своей моторной лодке. А Холстед ездил в Сан-Джозе на автомобиле. Они сообщили, что положение там было не лучше, чем в Сан-Франциско. Всякая деятельность остановилась вследствие забастовки. Все мелочные лавки были целиком скуплены богатыми людьми. Всюду царил полный порядок, но что происходило в других крупных центрах, в Чикаго, в Нью-Йорке, по всей вероятности и там происходило то же самое. Но тот факт, что мы ничего не могли узнать точно, приводил нас в бешенство. Кое-какие новости мог сообщить генерал Фольсум. В телеграфных конторах были поставлены на работу военные телеграфисты. Однако провода оказались перерезанными по всем направлениям. Это был первый незаконный поступок рабочих. Генералу удалось снестись по радио с Беницией. Телеграфная линия до Сакрамента охранялась под рулями солдат. На несколько минут удалось соединиться с Сакраменту, но затем провода были перерезаны. Генерал Фольсум полагал, что подобные же попытки делались и по всем другим городам, но вряд ли можно было рассчитывать наладить связь. Его больше всего ужасала повсеместная порча проволоки. Очевидно, это был план, заранее обдуманный рабочими, и теперь регулярно приводимый в исполнение. Он также очень сожалел, что правительству не удалось еще наладить сеть радиостанций, как это давно предполагалось. Дни проходили, и пока что было очень скучно. Ничего особенного не происходило. Интерес к событиям слегка притупился. Улицы опустили. Рабочие не появлялись больше в городе, чтобы посмотреть, как мы переживаем забастовку. Количество автомобилей на улицах сократилось. Мастерские и гаражи были закрыты, и если какая-нибудь машина портилась, то она окончательно выходила из строя. Мой автомобиль тоже сломался, и ни за какие деньги нельзя было его починить. Теперь и мне пришлось пешком бродить по улицам. Сан-Франциско казался мертвым городом. И мы по-прежнему не знали, что происходит в других городах. Но по собственному примеру мы могли заключить, что и другие города были столь же мертвы. Иногда по городу разбрасывались прокламации МРС, отпечатанные, по-видимому, несколько месяцев назад. Это было лишнее доказательство того, как тщательно подготовлялись к забастовке рабочие организации. Все детали были разработаны. До сих пор не произошло никаких эксцессов, если не считать расстрела солдатами лиц, уличенных в порче проводов. Но в бедных кварталах люди начали голодать и волноваться. Деловые люди, миллионеры и люди свободных профессий устраивали заседания и выносили резолюции. Но не было никакой возможности обнародовать эти резолюции. Их даже нельзя было напечатать. Единственным конкретным результатом этих совещаний было то, что генерал Фольсом занял отрядами войск все оптовые склады муки, зерна и другого продовольствия. Это было сделано как раз вовремя, так как недостаток провианта начал уже ощущаться даже в наиболее богатых домах. Мои лакеи ходили с вытянутыми физиономиями и опустошали мои запасы. Как я впоследствии узнал, они без всякого стеснения обворовывали меня, ибо каждый хотел сделать себе лишний запас провианта. С образованием хлебных очередей начались новые волнения. Имевшегося в Сан-Франциско запаса муки не могло хватить надолго. У сорганизовавшихся рабочих были особые склады. Тем не менее, все рабочие присоединились к хлебным очередям. В результате склады, захваченные генералом Фольсовым, стали пустить с катастрофической быстротой. Как могли солдаты различать среди толпы среднего горожанина, члена МРС и простого обывателя? Первые и третьи должны были получить муку, но солдаты не могли знать в лицо всех членов МРС, а тем более их жен, дочерей и сыновей. Хозяева помогали в распознании рабочих, и некоторые из забастовщиков, опознанные ими, были выгнаны из очередей. Но это мало изменило положение. Дело приняло еще худший оборот, когда правительственные буксирные пароходы должны были прекратить доставку хлеба из военных складов, расположенных на островах, вследствие истощения запасов. Солдаты теперь получили в первую очередь пайки из конфискованных продуктов. Несомненно, скоро должно было наступить начало конца. Насилие стало показывать свою рожу. Законы и правила были вдруг забыты, и забыто нужно сознаться не только низшими, но и высшими слоями населения. Только организованные рабочие продолжали соблюдать порядок. Это было понятно, у них было чем питаться. Мне помнится, как в одно прекрасное утро, придя в клуб, я увидел Холстеда и Брентвуда, которые о чем-то шептались между собой. Они посвятили меня в свой план. Автомобиль Брентвуда был еще в полной исправности, и они собрались ехать воровать коров. У Холстеда был большой поварской нож и резак. Мы поехали в предместе. Там и сям паслись коровы, но обычно владельцы их находились тут же. Продолжая свои поиски, мы выехали за город, и тут на одном пустыре нашли корову, охраняемую маленькой девочкой. Рядом с коровой пасся теленок. Мы не стали попусту тратить время. Девочка с плачем убежала, а мы принялись резать корову. Я пропускаю различные подробности, потому что они слишком противны. Мы не привыкли к такой работе и исполняли ее очень плохо. В самый разгар нашей работы мы услыхали крики и увидели нескольких человек, которые бежали к нам. Мы тотчас же бросили корову и пустились в бегство. К нашему удивлению, они не думали нас преследовать. Оглянувшись, мы увидали, что все они набросились на корову. Они, оказывается, прибежали сюда с теми же намерениями, как и мы. Нам стало досадно и мы решили вернуться. Произошедшая затем сцена едва поддается описанию. Мы дрались из-за коровы, как дикари. Брентвуд совершенно озверел. Он рычал, размахивал ножом и грозил убить того, кто отнимет его долю. И мы получили бы нашу долю, если бы не произошло еще более неприятного инцидента. Внезапно появился отряд членов МРС. Его привела маленькая девочка. Рабочих было очень много и они были вооружены кнутами и дубинками. Девочка плакала от злости и кричала, обливаясь слезами, задайте им хорошенько, вот этому негодяю в очках, это он все наделал. Разбейте ему морду, разбейте ему морду. Негодяя в очках, это был я и мне действительно разбили морду, хотя у меня хватило присутствия духа снять поскорее очки. Ах, нас здорово избили. Брентвуд, Холстед и я кинулись удирать к автомобилю. У Брентвуда был в кровь разбит нос. Холстеду раскровянили подбородок. брентвуд, звезду, верю, Продолжение следует...